вот иногда я думаю зачем мы следим за жизнью незнакомых людей мы переживаем обсуждаем оцениваем тысячи незнакомцев странный прикол этого поколения правда ну как ты но просто какое нам до них дело ладно бы еще это была какая-то выдуманная захватывающая поучительная история но это же чья-то настоящее жизнь и наша точно не поучительна поэтому аж иди и бой иди и бой а можно мне стаканчик они тебя ну типа чему могут научить люди которые два часа играют в дверь и туалет и в поезде хотя пожалуй одну поучительную историю про нас я вам все-таки расскажу про то как мы однажды все вместе поехали отдыхать в вену давай все стучи туда кричи друзья мы приехали мы очень рады нас видеть предстоящие другие люди сейчас другой отель будет очень смешно их ты отерлих дам кишон господи а место приличное как нас сюда пустят на сумасшедшие и вот честно это были очень крутые пять дней прошу желающих пройти во внутренний двор на зарядку с белым вином мы еще купили в разе мы катались на велосипедах ходили на экскурсии ходили в горы в спа как хорошо как здорово как здорово как здорово мы встали 5 метров и снова куда-то едем дорога дорога знала что я просто ну и кто никто не понимает твой стиль ребята а под какую песню Шевчуга мы поедем сегодня я не пойду там змея юперный театр и каждый из нас ежедневно проверял инстаграм чтобы посмотреть как там поживают его незнакомые люди может просто это захватило нас как все что угодно новое но потому что так бывает только теперь чтобы не было совсем никаких границ мы сейчас с Мишей обсуждали хватит все хотят мы сейчас с Мишей разошлись во мнениях мне нравилось то что раньше можно было уехать спокойно в отпуск и ты полностью отключался от внешнего мира а сейчас при таком доступном роуминге ты по сути не уезжаешь у тебя все и работа здесь и почта здесь а мне кажется что я как-то стала вообще по другому относиться к путешествиям типа ты просто уехал в другую страну и продолжаешь жить в другой стране то есть это как-то не должно выбивать тебя из жизни просто у нас уже мой любимый мегафон поэтому мы подключили роуминг типа за 300 рублей в день и мы просто живем по условиям таким же каким мы жили в Нижнем Новгороде и типа вообще как будто никуда не уезжали я готова Наташка сколько у тебя роуминг стоил? у меня? у меня не был роуминг потому что он стоил капец какого тара тара тата а мегафонта тара 300 рублей в день вот так вот так стоят а может это у нас теперь такой вид дружбы типа вы живете за тысячи километров говорите на разных языках но подписаны друг на друга в инстаграме представляете в КБ раз взял и пришел кабель с которым мы знакомимся в инстаграмме 100 грамм объединяет ставьте лайки да ставьте лайки подписывайтесь и тогда в целом вашим дорогам достаточно пересечься в одном городе и вы уже знаете о чем будете говорить клап 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 твои руки туда присоединился Адриан он из Румынии это парень моей подруги которая она же не просто так моя подруга она как бы отдала свой загранпаспорт чтобы получать другую канадскую визу перед поездкой в Европу и поэтому она не смогла никогда поехать поэтому поехал только Адриан по-моему перфекто там вход в музей но у Миши есть одна проблема он не может пройти он не может прийти я могу, но я буду стоять с ним чтобы уверить, что он безопасен да, решай сейчас это момент 12 евро 19 грамм сколько у вас есть? почти 3 куда мы? куда мы будем а может это возможность вдохновляться теми, кто похож на тебя ты будешь кто сделал что-то, что ты еще не успел или приехал туда, куда тебе хотелось бы вернуться в любом случае ты можешь следить за сотнями, за тысячами незнакомцев главное и не забыть, что важнее те, кто действительно рядом потому что это и есть та единственная история на которую можешь повлиять ты идеальный конец вечера конечно же шиша шиша Миша меня зовут Миша спасибо большое, что вы пришли Зачем мне теперь Звезды падают в моря Звезды падают в моря и взрывая ряд тягая да, летит душа моя утром Knife в море продает утром что